У каждого мужчины есть, скажем так, у успешного, когда подходит 40-45 лет, есть девушка, которой он дарит какие-то подарки, но у него с ней отношений нет. Обычно там секретарша, кто-то там этот, и он там купил духи за 100 долларов, и она там радуется, она дает ему вот эту энергию, и он этой энергией потом зарабатывает. Когда он жене приносит такие духи, она говорит, вот на ту пирамидку, видишь, вот туда поставь. И она не радуется, она не отдает. То есть очень важно оставить и сохранить вот эту вот радость и восхищение своим мужчиной, и тогда он будет приносить тебе денег. Это вот для девочек, как зарабатывать деньги. То есть ты должна его наполнять тем, той энергией, чтобы он хотел работать и зарабатывать. Мужчине самому по себе денег немного надо. Рубашка, джинсы, кровать, укрыться одеялами, где покушать. Все, нам больше ничего. Это вам надо. Вот знаете, есть мужчины, которые уже научились зарабатывать и заработали, но не знают, зачем им эти деньги. И им кажется, уже у них много. Вы женитесь, и вы поймете, как мало вы зарабатываете. Ей надо на остров, ей надо детям на образование, ей надо там еще на квартиру, еще на машину, а еще там, ну, в общем, у женщины очень много хотела, которые мы должны воплощать. Семья – это твоя прерогатива, ты туда не лезь. Я же тебе не говорю, что там ты должна зарабатывать, ты же не думаешь про это. Ты там энергией наполняешь, богиня, короче, а он тебе деньги несет. Процеда? Участвовал? Значит, он участвовал в воспитании, если у тебя есть… Он сейчас стал общиться, после? По поводу финансов, письма прощения папе. Сразу стадишься, начинаешь писать. Сейчас, подождите, сейчас будет вот, товарищ подойдет. Позвонил это, да? Да, стою. Нет, не отходил еще. В общем, даже если не подойдет, мы сейчас… Что-нибудь сейчас замутим. Медитация будет по поводу принятия родителей.